Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артем. И сегодня поговорим о замечательной книге «Миссия бизнеса» Канасуки Мацусито. Это одна из тех книг, которые я не так давно показывал вам. То, что я сейчас читаю, то, что я заказывал с Азона. И вот сейчас записываю свой коротенький отзыв об этой книге. Для тех, кто не знает, кто такой Мацусито, это основатель корпорации Мацусито Электрик. Так, та компания, которая владеет брендами Panasonic, Technics, это все именно создал Мацусито. Родоначальник был именно он. И вот эта книга с его мыслями о том, что должен нести бизнес, о том, как он жил, как он начинал, как он пришел к тому, что нужно создавать свое дело, нести пользу людям и обществу, своему государству и миру в целом. Замечательная книга. Что касается именно нашего русского издания, то все очень хорошо сделано. Шрифт читабельный. То есть мне нравится, когда шрифт у книги вот такого примерно размера, такого кегля. Читается он легко. Печать качественная, никаких смазок нет. И сама подача информации просто до гениальности проста. Здесь нет каких-то сложных, знаете, оборотов, каких-то непонятных заумок, когда авторы начинают что-то там выдумывать, какую-то воду просто лить, для того, чтобы увеличить количество страниц в книге. Здесь всего лишь 189 страниц. И читается она, как говорится, на одном дыхании. Я советую прочитать эту книгу, даже если вы не имеете отношения к какому-то бизнесу. Здесь просто очень много полезной информации. Просто, как говорится, про жизнь. Вот сейчас я вам так вкратце покажу. Не знаю, может быть, прочитаете на паузе. Конечно, это не совсем удобно. Поэтому советую эту книгу. Сам Мо Цусито как раз выступал за здравый смысл, за простоту, за то, чтобы делать мир лучше путем своих продуктов. Поэтому стоит прочесть эту книгу и понять, какая же истинная цель бизнеса, а не то, что нам пытаются, как говорится, впарить под этой целью. Понять вообще, как японцы относятся к бизнесу, к обществу, к миру. Поэтому рекомендую. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии, ждите новых интересных роликов. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok